Друзья, всем привет! Хочу вам сказать, что это осень. Это уже точно осень, однозначно. Сейчас выбирала все листики из вот этих горшков с уличниками. Ну и так решилась зацепиться немножко, потому что фиг знает, будет ли еще возможность. Начинаются дожди, а дожди это уже не та яркость у суккулентов. Они только сейчас начали приходить в себя. Вот эти залитые, помните, я вам показывала в мае, делала съемку, как залил дождь вот эти суккуленты. Молодилы, кстати, у меня очень многие погибли. Вот здесь прямо осталось совсем ничего. Вот в этом горшке, вот этот седом, как вы помните, вот сейчас он вообще замечательный. Красивый, яркий. Смотрите, ой. Прямо замечательный вообще. И цвет, и форма у него сейчас. То есть он в себя пришел в течение лета. А тогда у него были побеги вытянутые, листья были очень длинные, что ему не соответствовало, конечно. Вот этот седом очень классный. Это седом триколор. Он, его можно содержать и в комнате. Он у меня вот в одном горшочке растет дома, наверное, года два. И можно его содержать на улице. То есть... Это вот тут кошки не поделили кое-чего. Чужая кошка села, а моя ее прогоняет. Вот. О чем я говорила-то? О седоме, да? В общем, этот седом очень такой, ну, замечательный. Дома он, кстати, еще ярче будет. Вообще, мне очень нравится этот седом. Зимой, то есть летом, весной, в мае, весной, когда я делала съемку, у него листики были даже длиннее, чем вот эти. То есть он просто тянулся от того количества дождей, которые ему пришлось испытать. Ну, не только ему, вообще всем седомом и всем молодилом. И вот то, что получилось от него за лето. То есть он подразросся. Макушечки у него стали компактные. Этот седом, как я уже сказала, он и в комнате можно его содержать. И он прекрасно зимует. Ну, вот зима у нас в этом году была градусов, наверное, максимальная. Пару раз было до минус 30. И он прекрасно в себе выжил. И все с ним хорошо. Ну, такой нарядный для аранжировки садиков. Прям очень замечательный. Вот так вот он спадает с горшков. А дома, конечно, он таким длинным не будет. Это его залил дождь под. А так он вообще компактный. Очень яркий. Постараюсь найти фоточку и вставить. Может быть, я не вставлю, потому что нет времени на редактирование. Вот этот следующий седом тоже, смотрите, какой нарядненький стал. Такие елочки с розовыми шапочками. Прям замечательный. Это седом серебристый. Пробовала я его держать в комнатных условиях. Но в комнатных условиях он, конечно же, лампы в то время у меня были не сильные, не яркие. Он тянется. Но если сдерживать ему полив и посадить его под более яркий свет, то он тоже будет вполне себе нормальным. То есть многие уличники можно содержать дома. Это я к такому выводу пришла. Но опять нужно учитывать то, что уличники, им требуется намного больше света, намного больше солнца, чем требуется тем же комнатным, к тому, к примеру, красулам, эхиверием многим. Ну вот, естественно, сейчас ему хватает солнца. Сейчас ему за лето всего хватало. И все равно. Но это вот его структура такая. Вот он не растет максимально таким компактным. То есть вот его листики. Это самое близкое расстояние. То есть он вот здесь не вытянутый. Он не вытянутый, он такой и есть. Седум этот в налете. Кстати, у меня есть фотка одна. Ну, наверное, все-таки придется редактировать, потому что хочется вам показать. Наверное, я ее никуда еще не вставляла. Я однажды после сильного ливня пришла сюда во двор. И посмотрела на этот седум. Я просто обалдела. Я никогда не видела, как растения испаряют влагу. А вот этот был пример явный. Я где-то в инстаграме выкладывала эту фотку. Но я вам, по-моему, добавлю. Постараюсь сюда добавить эту фотографию. Она просто нереальная. Дело в том, что были сильные ливни. Вот один дождь за другим, один дождь за другим. Уже они, бедные, не успевали эту воду питать. И они уже многие начали погибать. Даже уличники. Ну, дело в том, что они у меня в горшках. Все-таки они у меня растут не в открытом грунте, а все равно... Ой. Хоть на улице, но в горшках. И на каждом вот этом листике, на каждом, на каждом, на каждом была капелька воды. Вот сейчас просто капля, вот тут маленькая, не знаю, от дождя. Дождь вчера был. Вот маленькая капелька видна от дождя, да. А это на каждом кончике листа было по капельке. Такое зрелище было. Просто вообще невероятно. Я такое видела впервые. Вот так испаряют суккуленты многие воду. Но мы этого, к сожалению, не видим. А вот этот пример был очень-очень наглядный. Это седум ложный. Будет он красный, красноватого оттенка. Тоже его дождь залил, и он вместо окраса пустился в рост. Он максимально раскусился. Было у меня несколько черенков. Максимально разросся. Но смотрится общей кучкой тоже, я считаю, неплохо. Вообще, уличники, они все интересные. Это вот листок от тополя. Все интересные. Ну, как и все другие суккуленты. Какой ни возьми. Вот здесь вот тоже этот седум триколор. Классненький. В садике вот можно дома его прям сажать. И он прям будет картину садика. Я думаю, он будет ее прям веселить. Потому что он действительно разноцветный. У него и розовый цвет, и белый. И такие ярко выраженные у него цвета. Такая варегатность у него интересная. Вот он такой будет все время. Но дома будет еще ярче. Это вот стоит у меня мамка. Бывшая мамка. Топси Турви. Вставлю фотку. Покажу вам эту Топси Турви. Все побеги посрезала. И каждый срез опять дает детку. Я хотела в этом году от него избавиться. От этого пня. Ну, думаю, все. Этих деток я распродам. Я их в подарки клала. Потому что у меня много их очень было. Но она вот и продолжает, и продолжает рожать. Вот здесь уже видно, что он засыхает. Уже вот пень этот, смотрите. Он прям уже вот журился весь. И даже на Журином тысячи детей. Ну, вот как его выбросить? Блин, он же живой. Просто кошмар какой-то. Следующий горшок. Это тоже самое молодило. Но здесь молодило побольше. Чувствуют они здесь себя получше, чем в том горшке. Но в том они вообще практически все подохли от дождя. Полностью. А здесь вот даже уже с приходом осени начали окрашиваться. Они вообще вот эти красные должны быть. Но их так залил в этом году дождь, что они вот за лето только начали сейчас приходить в себя и восстанавливаться. Начали кончики краснеть у них. Молодилы, конечно, бывают шикарными при перепаде температур. Вот тогда они вообще ярко окрашены, ярко выраженный у них окрас. Сейчас сжаты они все в колобочек. Ну, а вот эти пока видно, что они просто проходят еще стадию роста. То есть они сейчас очень хорошо растут. Потому что их залил дождь. От них не осталось практически вообще, не осталось листьев. Остались вот махонькие-махонькие макушечки в центре. А эта вся листва была отвалена. Это вот все, что наросло уже за лето. Вот каждая эта розетка, она обросла за лето. Вот то, что вы сейчас видите. Так, это у меня седум досифилум. Досифилум у меня в этом году. Это как бы новая посадка. Его сейчас у меня даже нет в продаже, потому что я его развожу. Я его вынесла на улицу, и его дотла спалило солнце. То есть остались махонькие-пипочки вот такие, которые я укоренила, и которые вот, наверное, месяца за полтора сейчас выросли. Ну все, этот горшочек обрастает. Я надеюсь, он... Ну, уже, наверное, нет, не надеюсь. В этом году, наверное, от него не будет такой красоты, какая была в прошлом году. Он был и розово-сиреневого цвета, на солнце, при перепадах температур. Сейчас у него тоже видно активный рост. Он полностью зеленый, но пусть растет. Ну, макушечки, смотрите, какие миленькие, компактные. Этот седум, он хорош для аранжировки тоже садиков. Это комнатное растение. Я не пробовала его содержать в открытом грунте, и вообще не пробовала оставлять его зимовать. Ну, можно как бы для интереса веточку засунуть, и посмотреть, что с ним будет. Зимой погибнет он или не погибнет. Но, как бы, я не рисковала, и... ну, не просто не рисковала, но не было и времени, можно сказать, не было его вот проводить с ним эксперименты всякие разные. Это с муси моя лезет. Это дворовая кошка. Ей уже, наверное, 11 лет или 12 год. Да, 12 год ей. У меня, помню, была вот такая кошка. Ее звали Олеся. Ее здесь у нас добрые люди отравили. Я ее, когда нашла в кустах, для меня это была большая трагедия. Я так плакала, я так переживала по ней. Просто, ну, привыкай же к животным. И, наверное, на следующий день после ее смерти вот этого котенка подбросили, и я ее подобрала. По окрасу она была к точной копии той моей бывшей Олеси. Вот один в один, просто не дать, не взять. Усы, глаза, уши, окрасы, лапы, вот эти белые подушечки. Полностью, полностью. Вот бывает так. Это стопелия. Стопелия стала коричневой здесь от яркого солнца. Ну, вот не цвела. Наверное, все-таки жарковато ей было. Условия для нее здесь на улице не очень хорошие. Увидела вот на этой стопелии белую штучку, думала, мучнистый червец. Нет, это не мучнистый червец. Это кокон. Не знаю, что-то не получается приблизить. Кокон какого-то паука. Вот паутина, и там внутри личинка, куколка. Ну, пауки так любят прятать своих детей. Полностью в паутину их завертывать. Так, это стопелия. Это вот мой красавец Седум Носбаумера. Я не знаю, конечно, куда я буду девать этого гиганта. Он очень красивый, очень яркий, нарядный, но очень большой для моих полок. Очень. Вот, наверное, вот в этом состоянии он уже будет упираться в полку, и вот эти головы будут подгибаться. Ну, не влезет он мне на полку. Не знаю, может быть, отправлю его к маме. Мама меня скоро вообще лишит вообще даже право ступить к ней в квартиру, потому что я уже ей перетащила половину своей коллекции, потому что у меня нет места. Так, в этом горшке еще у нас Эхиверри Дорис Тейлор. Вот эта пушистенькая. Хотела я ее обрезать, но не стала. И она вот растет. Растет она. Ой, ой, падай, падай. Растет она вот на такой длинной ноге. Голова у нее большая, компактная. Здесь вот лезут дети. Здесь вот тоже была срезана голова, и от нее уже вот тоже отросток большой. Я вообще про нее эту эшку забыла, если честно, что она у меня вообще существует. Вот так мимо пройдешь, глянешь тут. Гляньте, сколько тут детей. Ого, ого. Вот это пушистики. Ну, тут всякие подсажалки. Какой оторвался, пырнуло. Тут место свободное. Это вот тоже была голова. Вот пень остался. Вот этот вот остался пень. Это Эхиверрия Фабиола. Ну, так как ей не хватало солнца из-под седума, она вот лезла, лезла, лезла. И когда долезла до хорошего участка солнечного, она перестала тянуться и начала наращивать компактную голову. Поэтому вот сейчас это вообще замечательная маленькая розеточка. Ее срезаешь, ее сажаешь, и она у вас очень даже прикольная. Вот. Но я ничего тут срезать не буду. Специально ничего не срезаю, потому что срезать это нужно посадить. Нужно посадить, это нужно, опять же, место. Так, это у меня красула Авата Голд Сансет. Я не знаю, как ее отснять. Поближе, подальше. Ну, вот, отхожу подальше, чтобы весь горшок захватить. Она, конечно же, очень у меня разрослась. В этом горшке у меня два дерева. От одного бы я, конечно, с удовольствием избавилась, потому что нет у меня места. Можно их пересадить, можно, все можно, но некуда, некуда совершенно. А это вот у меня тут друг пришел, я его покормила, он ко мне пришел. Подбросили нам этого рыжика, он весь в орепьях, мне его так жалко. Такой хороший рыжик, добрый такой. Уже с соседями из-за него поругалась, что они его камнями по голове били. Вот. Короче, сказала, что я вас тоже всех потравлю, если вы меня травите вот этого пса. ну жалко его. Ну и приютов у нас нет. Просто беда с этими животными, которых бросают. Так, ну вот, это красова авата. Это вот у аваты тут дети, уже такие, начинающие окрашиваться. Причем, знаете, как интересно, вот само растение, это вот смотрите, вот что тыльная сторона листа, что внешняя сторона листа, она одинаковая. То есть, вот тыльная сторона листа зеленая и сверху этот лист, вот он тоже зеленый, вот он, красные эти каемочки. Но дети у нее, я, кстати, даже удивилась, думаю, ну неужели это у меня авата минор? Думаю, в этом горшке она у меня не должна быть. Смотрите, как растут дети. Дети изначально все красные, листья у нее все красные. А потом уже пара листьев, которая чуть постарше, она уже лезет, вот, зеленоватенькая. А первые листы у нее красные. Ну вот эти два дерева такие уже достаточно жирные, прям деревья-деревья. Я обожаю тактильные ощущения вот эти, незабываемые, обожаю вот так вот брать и просто трогать ствол красульный. Они такие классные, они такие прям, не знаю, как объяснить, такие жирненькие, такие пухленькие, гладенькие, в то же время шершавенькие. Вот. Ну, люблю я красулы древовидные. Ну, для них, конечно же, нужно место. Но когда оно есть, они во всей красе разворачиваются. Эта красу, кстати, у меня вся сгорела. Вся-вся-вся сгорела, наверное, в июне. Вот, те сгоревшие листья уже все побвалились. И сейчас она более-менее, ну, не более-менее, нормально она сейчас выглядит, прям прекрасно выглядит. Ну, я не знаю, у меня, наверное, не сохранилась та фотка, я ее сфотографировала. Она была вся вот такая. Вот, вот, постепенно отваливаются эти обгоревшие листья, вот, отваливается, вот, вот этот кончик, это все солнце. Какие-то я удаляла прям очень обожженные сама, а потом остальные все оставила, чтобы хотя бы, вот, дерево само восстанавливалось и сбрасывало то, что ей не нужно. Ну, вот, к осени оно уже пришло в себя достаточно хорошо. Осталось тут вот несколько погорельцев, которые уже отсыхают. там, где сгорел красульный лист, там вскоре полезет новый побег. Ну, а нужен он или не нужен, это, конечно, уже решать вам, когда вы формируете крону дерева. А так, так очень все даже нормально. Ну, вот смотрите, какая она сейчас яркая, какая она нарядная, желтенькая, с красненьким, вообще, замечательная. Это красула Хоббит Голум, это гибрид, тоже вот у нее желтенькие листочки, вот они уже, но это не от того, что она сгорела. Кстати, она нормально перенесла солнце и не было ни одного горелого листа, в отличие от этой. То есть, вот этой вот вообще было все нипочем. Я их не накрывала, не укутывала, не притеняла. Вот как было, так и было. Ну, тесновато ей в этом горшке, однозначно, так, земля влажная, однозначно тесновато. Вот, но она у меня здесь уже растет, как бонсай. Бонсай, как формируют толстый ствол, сажают, обрезают корни и сажают в маленькую емкость. И вот, для вот этой красоты эта емкость, конечно же, маленькая, потому что там дренаж, стенки горшка, ну, не очень толстые, но все-таки такие толстоватые. Это просто загнуто сюда, там дальше есть земля еще. О, рыжик на кошку ругается. Пока выгоняла рыжика, забыла, про что говорила. У рыжика такая рана на лапе. Наверное, опять его кто-то саданул камнем. Прямо сердце разрывается. Ну, вот про бонсай, по-моему, я говорила, да? А что именно говорила, уже не помню. Ну, вот это растение сейчас растет у меня, как в бонсайе. Его нужно подкормить не обязательно, перед осенью еще есть время, потому что вот листики желтоватые, это не от того, что оно там повзгорело, походу, ему не хватает питательных веществ. Ну, и вообще, оно сидит у меня в горшке, в керамическом, в глазурованном, что не есть хорошо для суккулентов. Но дело в том, что этот горшок, он тяжелый, так как само дерево очень тяжелое, ствол очень толстый, мощный, и крона дерево, очень тяжелое, что даже она, вот этот горшок с камнями, грунт здесь тоже достаточно тяжелый, тут вот я даже камни гранитные положила, чтобы для веса, все равно, оно у меня как-то летом упало, перевесило. В общем, для этого дерева нужен еще более тяжелый горшок, а именно тяжелые горшки, они такие влагоемкие, задерживают влагу, что не есть хорошо для суккулентов. В общем, тут палка о двух концах. Либо сажать в большой легкий и делать вес этот объемом грунта просто-напросто, либо сажать просто в керамический неглазурованный горшок. Но у меня, к сожалению, такого нет. Вот. А это красава такая. Я, знаете, даже вот удивляюсь, в этом году у него очень утолщилось за лето основание. Вот это основание прям увеличилось в два раза. Сами стволы вот эти не очень. Ну, как бы жирненькие, тоже толстые, но не очень. А основание здесь действительно уже как бонсай. Это вот тут вот спрятался. Крестовник, крестовник, крестовник. Хоть и Бетти забыла, какой это крестовник. Но то, что это крестовник, это точно. Крестовник толстоватый. Вот, вспомнила. Тоже такое своеобразное растение. Не знаю, получится приблизить, нет. Вот получится. Смотрите, какой интересный. Налет у него очень сильный. Не буду вам показывать, чтобы лишний раз не повреждать. Очень сильный налет. Вот эта фиолетовая окантовка постоянно на этом растении. И в солнце, и без солнца. это уже, можно сказать, большое дерево обрезанное, которое обросло заново. Я из него, можно сказать, выжила все, что можно из этого дерева. У меня дома еще такой один небольшой сидит. Вот. А пень решила я этот выбросить. Ну, а так как выбросить сразу жалко, думаю, ну ладно, может быть, за лето там что с ним станет. Но жалко сразу выбрасывать. И вот за лето он вообще оброс максимально. Такой пушистый стал. Такой обалденный. Прям вот весь оброс, весь. Вот эти вот листики. Это такие. Я честно скажу, я за этими за уличниками, которые находятся на улице, я за ними совершенно не смотрю. Раз в две недели приходила, поливала, приносила ведро сюда и поливала все растения, включая молодила в горшка, включая вот эти комнатные. И все, не больше. Я их не подкармливала, ничего я с ними не делала. Единственное, да, когда заходил дождь, я все-таки бежала и убирала их. Потому что где дождь, там и град летом. А град, это уже повреждение листьев, что они есть хорошо. Ну и поэтому я как бы просто прятала их. А так, а так я с ними ничего совершенно здесь не делаю. Даже ни разу не подкормила. Это вот мамин стоит розмарин. Это естественно не суккулент. Розмарин добавляют в рыбу. Вот тут он тоже на стадии выживания. Польют его хорошо, не польют и не надо. такое южное растение. Ему уже много лет этому растению. Лет, наверное, 10 точно этому кусту. Ну и вот здесь у меня стоят кактусы, за которыми я тоже не смотрю. Вот что есть, то есть. Вынесла их и все. Цвели, они, конечно, вот все вот эти они цвели. Фоток у меня, наверное, и нет. Может быть, там парочка сохранилась, а может быть, и даже не сохранилась. Вот сейчас они все закиданы листьями тополинами. Вот. Это мой Василий Алибабаевич. Не знаю, все-таки не стала я его обрезать. Кому интересна судьба моего Васи, о котором я рассказывала в своем видео про кактусы, про свои. Вот он, мой Василий. Ничего я с ним не делала. Обрезание торжественное Василия я не производила. Решила, что пусть он как есть, так и есть. Но он, вот видите, вот он все время он цветет. Вот этот Василий, он все время цветет. Несмотря ни на что. Но грунт у него, кстати, вот влажный, наверное, уже дней пять я заметила. Я его и рыхлила. Это о чем говорит? О том, что корни у Василия не работают. Но все-таки растение давно больное и хорошего от него уже ждать не приходится. Но все равно он пытается свести изо всех сил. Вот тоже тут листья все набросаны. Это все мамиллярии, 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 мамиллярии. Вот это все мамиллярии. Вот шесть штук это мамиллярии. Это гимноколицу. Это красула и красула кактус мамиллярии илангата. Этот вот сейчас я Вам прочитаю как он называется. Эспастуа. и в скобках мохнатый под вид типа того. А, это медиолобивия. Медиолобивия тоже такая достаточно капризная она. Сидет она красиво. У нее цветы очень большие. Они такого размера как ее стволики. Большие такие колокольчатые темно-вишневые цветы. Малиново-вишневые. Вот. Даже вот эта малышечка вот тут вот смось. Ну иди смось. Сейчас пойдем домой. Сейчас. Сейчас мама видео доснимет и пойдет смусь и покормит. А вот здесь не знаю видно будет или нет. Вот попытался даже зацвести. Не знаю зацветет или не зацветет. Ну что-то им тут плохо. Но я если честно вообще за кактусами не смотрю. Помрут? Помрут. Не помрут. Ладно. Поедут жить опять к маме на зимовку. Дело в том что я их очень поздно в этом году вынесла. Очень поздно. Я их вынесла наверное в середине июня. Тогда когда у нас прекратились дожди. До этого они времени стояли все время без солнца на западной стороне у мамы. Конечно же я их уже в это время вывела из спячки но солнца им не хватало. И поэтому стадия цветения у них в этом году не такая какая должна быть. То есть с задержкой они цветут. Вот этот кактус в прошлом году меня цвел наверное каждое растение вот это оно цвело наверное бутонов по 5 на нем точно было. На одном каком-то 2 на одном штук 5 бутонов. А вот в этом году только каждый кактус выбросил только по одному бутончику. Ну вот это говорит о чем? О том что слишком мало ему было солнца и возможно зимовка его не устраивала и бутоны завязались плохо. Потому что зимовка тоже она играет большую роль на образовании бутонов у кактусов вот хотела показать вам что все кактусы это ловушки для животных для насекомых вот смотрите вот как на шампуре попала гусеница проткнутая я думала она живая хотел ее вынуть она уже полусухая хотя не полусухая вот жопка у нее еще даже у бедной двигается ну как жалко куда ж тебе занесло прям проткнуто насквозь господи ой бедная ну это вообще не смотрите этот кадр ну все ей хана конечно этой гусенице вот это растения хищники своего рода причем они не специально ну конечно это редуцированные листья иглы они служат защитой да они в процессе эволюции сделаны так что они защищают себя свое плодовое тело от покушения всяких различных животных но не от гусениц явно гусеницы это уже такие случайные жертвы так же как и летучая мышь которая в этом году погибла у меня вот на этом кактусе не хочу к нему прикасаться у него такие иголки загнутые как крючки рыболовные вот смотрите какие загнутые крючки то есть если вот палец зацепился то выдирается либо кожа но зачастую так как кожа крепче выдирается сразу иголка из этого кактуса ну а у мыши летучей такой силы не было и она просто застряла и погибла печальный был случай ну и все вот этот товарищ тоже очень хорошо цвел вот эти засохшие цветки это вот цветение в этом году этот этот вот кактус не цветет по крайней мере в домашних условиях вот здесь какая-то у него шишка появилась смотрите прям какая-то даже непонятная у него очень интересный налет он как мраморный налет такой спадает смотрите узорчатый такой налет тоже прикольное растение иголки у него белые ярко белые тоже как бы в налете но нет это на первый взгляд в налете на самом деле они просто белые без всяких налетов молодые иголочки красные вот которые лезут они еще прям мягкие а эти уже такие проткнут так проткнут и очень мощные еще вот эти иголки это вообще орудие убийства зашел грабитель бери кактус в руки и тыряй грабителю физиономию и все крик обеспечен жесткая травма тоже обеспечена кстати проколы от кактусов очень плохо заживают очень долго нарывают эти раны болят и очень долго заживают поэтому ну опасные такие растения но все равно очень интересно вот это вообще музыкальный кактус я считаю у него каждая иголка ее отдираешь и она звучит по-разному вот сейчас ветер я не знаю наверное не будет слышно а так прям вот как струны на расстроенной гитаре когда струны ослаблены вот они издают такой непонятный звук и вот с кактусом с этим то же самое вот этот кактус я люблю жирненький такой толстенький иголки у него обалденные просто обалденные смотрите как их много какие они жесткие классные ну вот друзья это была вся моя коллекция уличников которым я выхожу очень редко но метко сегодня вот сейчас я вышла вчера целый день у нас был дождь и я кактусы и все вот эти красула заносила домой оставляла только вот тот верхний ярус оставляла здесь типа как столик там у нас доски а это накрыто накрыто толью вид конечно ужасный но вот что есть то есть поэтому я тут специально ничего не хочу никакой марафет наводить вот как они стоят так стоят но вот эту листву уже надо сгребать потому что вот она уже опала с тополей и каждый день я прихожу и снимаю эти листья опавшие но уже больше количество листьев опала это вот осень тополя кстати всегда в первую очередь реагирует на солнце на осень вот ну все друзья это был обзор моих уличников наверное я назову это какой там девятой или десятой частью у меня уже есть в записи необработанная еще одна часть про домашние суккуленты и много осталось не обозрено хотела отдельно показать вам своих детей как дети растут но нет на все времени просто нет особенно когда приходит Корея я просто вот безвылазно сижу в интернете у меня переписка с людьми она занимает огромное количество времени и отбирает очень много энергии и потом когда уже выходишь из интернета ну вообще даже телефон брать в руки не хочется просто хочется лежать и смотреть тупо в небо потому что действительно интернет ну сами знаете наверное по себе любой интернет любая переписка вот если постоянно сидишь и общаешься в интернете и просто глазами там смотришь какие-то статьи даже читаешь интернет высасывает ну по крайней мере у меня очень много энергии поэтому ну не хватает времени просто снять видео вот просто снять и выложить его ну можно нормально это будет но мне кажется вот интереснее будет когда вставляешь какую-то фотку допустим расскажешь рассказываешь про какое-то растение вставляешь фотку вот как вот с тем седумом который я вам говорила капли воды выделял избыток влаги вот эту фотку конечно желательно вставить но опять желательно вставить это очень-очень долго у меня любая обработка видео занимает часа 3-3 с половиной безвылазность безвылазного сидения это когда если получается так как я очень не очень хороший монтер то я могу там не на что-то нажать и уже под конец видео и все удалится и приходится все делать заново я однажды какое-то видео с корейцами редактировала наверное около 7 часов потому что я все сделала мне осталось только нажать сохранить но я не туда нажала и все это удалилось вы представляете мне было так обидно ну ладно пожаловалась вам все друзья замерзла я что-то уже прям у нас уже холодно прохладно я тут с голыми ногами сижу и вам рассказываю про свои суккуленты осенью которые стоят вот во дворе все друзья всем здоровья добра сейчас начинает свирепствовать опять коронавирус я желаю вам чтобы вы никто никогда не заболел этим заболеванием чтобы все ваши родственники были здоровы чтобы все в семьях было всегда хорошо всегда было умиротворение всегда был покой всем здоровья добра улыбок и счастья осеннего настроения осеннее настроение тоже бывает хорошее и счастья и счастья и счастья